Верующие люди в Иисуса Христа Верующие люди в Иисуса Христа все свои надежды ассоциируют с Вторым пришествием Христа на нашу землю. Христиане ожидают Второе пришествие Иисуса Христа, возвращения нашего Господа. И очень многие из них сильно переживают о том, что Второе пришествие Христа будет зависеть от их посвященности. Зависеть от того, насколько они готовы к встрече с Ниму, насколько они посвящают Ему свою жизнь, насколько их некое совершенствование характера происходит, насколько они готовы. К встрече с Ним. И поэтому появляется некий такой комплекс или страх о том, что если вдруг я не буду готов, или я что-то не так сделаю, что-то не то, может быть, будет в моей жизни, то пришествие Иисуса Христа будет откладываться все дальше и дальше. В связи с этим я хочу прочитать одну очень историю, известную, знакомую из Евангелия от Марка, первой главы. Здесь написано «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Здесь написано, конечно, не о втором пришествии Иисуса Христа, а о первом. Но я хочу обратить ваше внимание на эти глаголы из этого текста. Смотрите. «Вот я посылаю». Кто послал? «Вот я» – это кто? Речь идет о Боге, о Боге Отце. «Вот я посылаю ангела моего». Чей ангел пришел готовить мир к первому пришествию Иисуса Христа? Чей ангел Божий написано? Ангела моего приготовить путь твой пред кем? Путь твой пред тобою. Второй текст говорит о том, что первое пришествие Христа на нашу землю полностью зависело от действий Господа. Вообще практически не зависело от человека. Бог все сам сделал в свое время. Но здесь дальше написано в третьем тексте «глаз вопиющего в пустыне». «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение для покаяния грехов». Многие считают, что Иоанн приготовил путь к первому пришествию Иисуса Христа на нашу землю. Многие считают, что вот он – его служение. Поэтому мы на себя проецируем это и говорим, что мы – церковь последнего времени. Мы – те люди, которые должны приготовить путь ко второму пришествию Иисуса Христа. А если вдруг у меня что-то не получается? Друзья, вот эта история для меня является обетованием. Все в Божьих руках. Второе пришествие Иисуса Христа зависит исключительно от Него, от Его действий и решений. И Он найдет в нужное время нужных людей, которые будут в этом задействованы и будут готовить к мир, ко второму пришествию Иисуса Христа на нашу землю, как это было при Иоанне Крестителе. Иоанна Крестителя никто не отменял. Да, Он был. Да, человек был вот в этом процессе. Но то, какой это человек, когда Он появился, и что Он проповедовал, да, и как люди откликались на Его проповедь, уже зависело не от Него, а зависело от того, что Бог всем этим руководил. Господь обещал в Своем Слове, что Он обязательно вернется второй раз на нашу землю. И очень хорошо и правильно, что верующие люди ждут Его возвращения, христиане ждут Его возвращения. Друзья, надо доверять Богу. То, что Он обещал, Он обязательно исполнит. И пришествие Христа будет, несмотря ни на что. И оно не будет зависеть от моей веры, от моих убеждений, от моих действий, может быть, от какой-то даже моей посвященности. Но если у меня будет вера и посвященность, я могу быть в центре этих событий. Я могу быть тем, через кого Бог будет готовить этот мир к Второму пришествию. Друзья, Маранафа, Господь грядет. Будем ждать Его пришествия, будем продолжать верить и надеяться. И пусть эта надежда согревает наши сердца. Субтитры создавал DimaTorzok